Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней практической работы – расчет показателей надежности невосстанавливаемых систем. Целью работы является закрепление практических навыков по проведению расчетов количественных показателей надежности невосстанавливаемых систем. Практическая работа В первую очередь вам необходимо ознакомиться с кратким теоретическим материалом и основными положениями данной практической работы. В связи с этим давайте вспомним, какие бывают количественные показатели надежности. К количественным показателям надежности относятся вероятность безотказной работы, вероятность отказа, частота отказов и интенсивность отказов. Вероятность безотказной работы выражает вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта автомобиля не возникает. Вероятность безотказной работы оценивается по следующей формуле, которую вы видите на своем экране. Следующим показателем надежности является вероятность отказа. Вероятность отказа – это вероятность того, что при определенных условиях эксплуатации в заданном интервале времени произойдет хотя бы один отказ. Отказ и безотказная работа являются событиями несовместимыми и противоположными. Вероятность отказа определяется с помощью двух формул, которые вы видите на своем экране. Далее следует такой показатель, как частота отказа. Частоту отказов называют отношение числа отказавших объектов автомобилей в единицу времени к первоначальному его числу при условии, что все вышедшие из строя объекты не восстанавливаются. Частота отказов оценивается согласно следующей формуле, которую вы видите на экране. И еще один количественный показатель надежности является интенсивность отказов. Интенсивность отказов называют отношение числа отказавших объектов в единицу времени к среднему числу объектов, исправно работающих в данный отрезок времени. Интенсивность отказов определяется с помощью этой формулы, которую вы видите на экране. Прежде чем приступить к выполнению практической работы, давайте сперва ознакомимся с ее основными условиями. Итак, пусть на испытании находилось тысяча образцов неремонтируемых деталей автомобиля. Число отказов фиксировалось через каждые 100 часов работы. То есть интервал времени составляет 100 часов. Данные о подказах приведены в таблице 1. Требуется определить вероятность безотказной работы, вероятность отказов, интенсивность отказов и частоту отказов на каждом участке времени, а также построить графики зависимости всех вышеперечисленных параметров от времени. Пример таблицы с исходными данными представлены на вашем экране. Данную таблицу вы можете найти в методических указаниях по выполнению практических работ. Каждый студент, в зависимости от своего варианта, выбирает таблицу с исходными данными. Теперь давайте ознакомимся с методикой решения практической работы. Первое, что вам необходимо сделать, это определить вероятность безотказной работы для всех отрезков времени. Согласно условию, мы имеем 1000 деталей автомобилей. Тем самым, исходное значение деталей у нас составляет 1000. N0 мы приравниваем к 1000. Далее, согласно условию, число отказов фиксировалось через каждые 100 часов работы. Сперва нам необходимо определить вероятность безотказной работы для первых 100 часов работы деталей. Согласно таблице исходных данных, за первые 100 часов работы у нас отказало 50 деталей. В связи с этим мы можем определить значение вероятности безотказной работы. Для этого мы используем формулу, которую вы видите на своем экране. Чтобы определить вероятность безотказной работы, мы от 1000, то есть от исходных деталей, которые у нас есть, отнимаем, число отказавших деталей, то есть от 1000 отнимаем 50 и делим на число исходных деталей, то есть на 1000. В итоге мы получаем значение вероятности безотказной работы. Аналогичным способом мы решаем, точнее находим значение вероятности безотказной работы для следующих 100 часов работы наших деталей. Однако для следующих 100 часов работы у нас отказало еще 40 деталей. Следовательно, общий отказ автомобиля у нас составил 90 единиц, так как за первые 100 часов работы у нас отказало 50 деталей, потом за следующие 100 часов работы у нас отказало еще 40 деталей. В итоге у нас отказали 90 деталей. Чтобы найти вероятность безотказной работы для следующих 100 часов, это уже, в общем говоря, для 200 часов работы автомобиля, нам необходимо от исходных числа деталей автомобиля отнять число его отказов и поделить на исходное число деталей автомобиля. В связи с этим мы от 1000 отнимаем 90, делим на 1000 и получаем значение вероятности безотказной работы для 200 часов работы деталей автомобиля. Таким же аналогичным способом мы решаем, находим вероятность безотказной работы для оставшихся отрезков времени. Затем мы рассчитываем вероятность отказа по той формуле, которую вы видите на своем экране. Для того, чтобы рассчитать вероятность отказа, нам понадобится значение вероятности безотказной работы. Используя эти значения, мы для каждого временного отрезка найдем вероятность отказа, значение вероятности отказа. Для этого мы от единицы отнимаем значение вероятности отказа. Вот таким способом мы находим значение вероятности отказа для всех временных отрезков работы деталей автомобиля. Далее мы определяем частоту отказа в детали автомобиля на всех отрезках времени по формуле, которую вы видите на своем экране. Продолжение следует...